А сейчас мы поговорим об одном довольно хитром баге, про который, наверное, дольше говорить, чем его исправлять, хотя, возможно, я ошибаюсь. Значит, вот у нас есть несколько изображений, несколько голов персонажа с разными ртами, четыре. Мы эти головы будем использовать для того, чтобы создавать анимацию говорящего персонажа. И, соответственно, с этим я как раз покажу, в чем состоит проблема. Давайте создадим новый файл и сохраним его. Ну, сохраним мы его в ту же папку, что и эти файлы. И это важно. Значит, sample. Сохраним в формате SIF, чтобы мы могли беспрепятственно читать его содержимое, не распаковывая. И импортируем. Сейчас я импортирую первую картинку, совершенно нейтральную. Готово. Значит, она у меня импортировалась. Теперь обратим внимание, значит, на следующее. Обратим внимание на то, что... Вот у меня имя файла 008.png. Здесь, соответственно, у меня находится относительный путь. Вот, если... Теперь, если... Значит, я эту картинку сохраняю, закрываю. Мы посмотрим на содержимое файла. Вот, если мы посмотрим на содержимое файла, то у нас тут тоже, соответственно, относительный путь. Теперь мы сделаем следующее. Сейчас, единственное что... Делаю настройку. Вот. Теперь, если мы откроем этот файл, все у нас окей. Мы сделаем новую папку. Назовем тест. Теперь сохраним этот файл в другое место. Сейваз в тест. Захоронили. Соответственно, в тесте у нас этот файл. И, кстати, мы тут можем наблюдать, что путь изменился. Вот у нас относительный путь. Он изменился. И, соответственно, здесь он тоже относительный. И он у нас благополучно изменился. Вот, замечательно. Сейчас его отсюда удалим. Мы вернемся к предыдущей версии. Вот к этой. Значит, теперь обратим внимание, что происходит, если я анимирую этот параметр. То есть, да. Плюсик. Вот, он прошел какое-то время, и мы его, значит, эту картинку. Значит, какие у меня там файлы есть. 08.10. Я этот параметр анимирую. Вот у меня появилось два фиксатора. Открыл вот. Потом поехали дальше. Что там, какие номера? 11, 12. Вот у меня в том 11. 11. 12. Потом опять, например, никакой. Это уже не суть важна. Вот у нас что-то сказал. Значит, что-то сказал. Что-то про мямли. Вот. Теперь мы этот файл сохраняем. Вот, сохраняем, закроем, посмотрим, на содержимое. У нас, обратите внимание, у нас изменился тип параметра файлов. Он был стринг, а стал animated, типа стринг. И у него куча субзначений. Вот они, эти субзначения, которые стали появляться. Жалко, я закрыл такие файлы. Могли бы, давайте для сравнения сделаем. Вот это у нас будет animated. А тут вот он у нас просто статик. Мы его сделаем. Вот он у нас типа animated. Мы вернем обратно к обычному статику. Удалим всю анимацию. Вот. И мы сейчас их оба сравним. параметр файл. Типа стринг. Одно единственное значение. А здесь у нас параметр типа animated. Тип стринг. Уже у него вайпоинты пошли. Вот. Ну, я понимаю, долгое вступление, но уж извините меня за такие подробности. Ну, все вроде пока что окей. Проблемы начинаются, когда мы вот этот файл с анимированным параметром файл пересохраняем куда-то в другое место. Файл с айвас и пересохраняем в тест. Здесь у нас все окей. Ну, уже вот при первом скролле по таймлайну у нас получаются проблемы и картинка у нас исчезает. Почему? Потому что у нас, вот если вы обратите внимание, у нас пути относительно не переписались в соответствии с новым расположением файла. давайте увидимся в этом. Значит, где у нас чайня? Я уже туго немножко соображаю. Вот, это, по-моему, пятый бакс сегодня или какой-то. Так, видите, пути у нас не перезаписались. И, соответственно, картинка у нас потерялась. Собственно, в этом и состоит проблема, что при пересохранении у нас не обрабатываются анимированные значения пути к файлам. Как будто я сказал. Но, тем не менее, вот это так и есть. Значит, я когда ковырял код, я мельком видел, как там все это устроено. И устроено там, в общем-то, это следующим образом. Куда копать, значит, сейчас скажем для этого бага. Дело в том, что, неважно, анимированный путь у нас или не анимированный. Нет, давайте лучше, вот, наверное, давайте начнем с не анимированного пути, а как там все устроено. Вот у нас не анимированный путь, не анимированная картинка. на самом деле, путь у нас в синфиге хранится как абсолютный. То есть, внутри синфига, в канвасе, вот этот путь, он задан как абсолютный, а сюда просто он динамически конвертируется в относительный и уже выводится здесь как относительный. Если мы вводим какой-то путь, даже если он абсолютный, мы меняем не в режиме анимации, вот он абсолютный путь ввели, он автоматически тоже опять конвертируется в относительный. Но внутри он все равно хранится как абсолютный. И при сохранении при сохранении там в синфигкоре есть специальный канвас парсер, который, значит, вот эти все объекты, которые у нас есть в памяти, он их конвертирует в XML-код. Ну и, соответственно, он у слоя имидж, у него там есть специальное преобразование, что он берет абсолютный путь, берет путь, куда сохраняется файл, и из этих двух параметров он может вычислить относительный путь. Он его конвертирует в относительный и пишет в файл тоже относительный. Соответственно, когда он загружает, он тоже берет относительный путь, берет путь к файлу, из них двух комбинирует эти два значения, получает абсолютный путь, и опять в памяти он хранит абсолютный путь. То есть, в памяти хранится абсолютный путь, но только для не анимирования. Потому что, как только мы сталкиваемся с анимированным значением, то есть, как только значение анимируется, оно становится типа animated. Вот, вы видели? Анимейтед тип. И, соответственно, для него никаких специальных преобразований не проводится. то есть, он как, он внутри синфига, вот этот вот путь, он хранится как, я так понял, как он хранится как относительный. Вот. И вся проблема, я так понял, что проблема в том, что, в общем, при сохранении там в Canvas парсере у него отсутствует, значит, специальное условие, чтобы проверять анимированные вот эти вот значения и конвертировать их туда и обратно. Вот. На чтение вот почему-то работает, то есть, он как-то считывает их, видимо, ему все равно, а вот при сохранении вот он их не обрабатывает. Ну, собственно, в этом проблема. Это, кстати, довольно сильная проблема, потому что то же самое происходит, если я вот выберу тут, например, дальше если я не тут не пропишу тут явно, а просто воспользуюсь диалогом выбора и так делаю пропишут а, черт, я не в режиме анимации. давайте, форум еще раз. Выберу явно какой-нибудь файл, он задаст сюда абсолютный путь. Видите, он у меня не сконвертировался и даже в это связанная часть проблем он у меня даже не сконвертировался в относительный, то есть у меня тут идет относительный раз он перешел в абсолютный. То есть он сохраняет просто как строковое значение, не делая никаких дополнительных конвертаций, что и есть плохо, потому что если я, конечно, пересохраню, то это все хорошо, с абсолютным путем у меня все сохранится, но если я передам этот файл другому пользователю, то у него, соответственно, ничего работать не будет. Ему придется вручную редактировать каждый waypoint, это грустно. Кстати, одна из причин, по которой у нас задерживаются публикация исходников приключений Бориса Минхаузена, потому что там вот вот этих вот анимированных вот таким образом ртов очень много и чтобы их все привести в нормальное состояние, там нужно вручную править файлы. Ну, я так жалуюсь. Вот такая вот проблема. Надеюсь, я достаточно понятно все обрисовал.